По мнению российского эксперта, Пашинян на предстоящих переговорах собирался в очередной раз воспользоваться поддержкой Франции и таким образом попытаться продвинуть антиазербайджанские тезисы. Директор Института политических исследований Сергей Марков, о том, что сулит срыв брюссельской встречи лидеров Азербайджана и Армении и причем здесь предстоящий визит главы азербайджанской дипломатии в российскую столицу. Недавние провокационные заявления президента Франции Макрона парализовали участие Парижа в качестве посредника по армяно-азербайджанской нормализации. Эльхам Алиев проявил политическую волю, категорически отказав французскому лидеру в участии в брюссельской встрече. Понятно, что этой встречей премьер Армении и президент Франции решали свои задачи, Макрон в очередной раз хотел показать, какой он активный в посреднических переговорах на Южном Кавказе, это. Также было частью плана Запада по дезавуированию усилий России, ее роли в качестве главного посредника в урегулировании между Азербайджаном и Арменией. Пашинян же собирался в очередной раз воспользоваться поддержкой Франции и таким образом попытаться продвинуть антиазербайджанские тезисы. Сегодня Париж совершенно откровенно стал вести радикальную проармянскую политику. Макрон по сути стал армянским политиком. Для Алиева встречаться в Брюсселе в таком формате означало бы все равно, что встречаться с двумя армянскими политиками. Поэтому президент Азербайджана проявил настоящую политическую волю и категорически Парижу в этом отказал. Продолжение следует...